Машаллах, дорогой хазра, у вас такой новый облик. Да, да, салам алейкум, салам, раха, блядь. Думаю, подписчики наши просто в шоке пребывают. Салам. Сейчас отключил комментарий. Машаллах, искренне рад вас видеть. У меня была затяжная экспедиция в горы. Я прошу прощения, что мы в пятницу не успели выйти. Тем не менее, мы упускать этот шанс на очередную встречу не готовы. Поэтому, дорогой хазрат, сегодня, несмотря на то, что рабочий день, очень хочется услышать про очередное представление. И хотел бы запрос озвучить на тему обсуждения. Я слышал, есть хадис о том, что мусульманин пока занимается проблемами других людей, пока он решает проблемы других людей, помогает тем, кто в нужде, фель-хаджа, Всевышний решает его дела. Вот прямо в такой формулировке. Есть ли хадис о том, что Всевышний решает наши дела? Поскольку для мусульманина, что может быть лучше, если его дела решает Всевышний? Вот именно на этот вопрос хотелось бы получить сегодня ответ, дорогой хазрат. Этот хадис, он длинный хадис, который, Раваху имам муслим, Раваху саллалу алейхи саллалу сказал, То есть так начинается, кто отдалит от человека, от верующего человека, какую-то проблему этой жизни, Аллах субханалу альталу отдалит от него проблему судного дня. Дальше, Аллах продолжил, сказал, То, кто скроет грех верующего, Аллах скроет его грех в судный день. То есть имеется в виду, есть два вида греха, чтобы мы здесь были бдительны. Например, грех, который касается между рабом Аллаха и Аллахом. Об этом имеется в виду речь. Не то, что, например, человек что-то своровал, и ты молчишь, не говоришь, его прикрываешь. Нет, здесь нужно вернуть хукук, чтобы вернуть то, что он сказал, чужое. А имеется в виду, человек, который ты увидел в каком-то таком виде, непристойном перед людьми, непристойном перед Аллахом, ты это скрываешь, не распространяешь, а ему делаешь насырь. Если вот так мы будем поступать, то Аллах, Субхаммеда, раскроет у этого человека грехи в судный день, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейкум салям. Дальше хадис длинный, он уже, вторая часть идет о другом, уже о требовании знания. Но здесь что? Есть такое правило, шариазе. То есть награда такова, какое ты делаешь дело. Например, пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, Аллах смилуется над рабами. Над какими рабами? Которые сами, они милостивые. Поэтому, если человек, например, он не относится с милостью к людям, к растениям, к животным, и в этот момент просит дуа, О, Аллах, дай ру мне свою милость. И к нему милость Аллаха не приходит. Почему? Потому что он сам не проявляет милость. Или, например, в другом хадисе, пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, Аллах накажет тех людей, которые наказывают людей в этой жизни. Слышно как? Алло? Да, 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 слышно. Ага, да, да. То есть Аллах наказывает каких людей? Тех людей, которые сами других людей наказывают, издеваются над людьми, поэтому они получают наказание в судный день. То есть понимание, как человек поступает, то он и получает в ответ. Это такое правило. И сказано, то, что в судный день, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейкум, ибн Абид Дунья Абиснадиха, ибн Мас'уд, достоверный хадис от ибн Мас'уд, рада Аллаху алейкум, то есть в судный день люди будут воскрешены, то есть перед Аллахом, И тот, кто ради Аллаха кормил Аллаха Поэтому То, что человек делает В этой жизни Он в обратную получает от Аллаха Если человек помогает людям В этот момент Аллах ему помогает Если человек прощает людей В этот момент Аллах его прощает Человек протягивает руку Помощи Аллах протягивает ему помощь Как сказано в хадисе, и это пример нашего посланника Аллаха, где пророк Мухаммад сказал Если ты сделаешь, пойдешь, выйдешь из мечети, мы знаем, во время Рамадана, то есть нельзя выходить из мечети, кроме как по нужде, выйти, ходить в уборную или покушать, только во время Атикафа, когда человек во время Рамадана находится в мечети. Но пророк Мухаммад сказал, если ты, говорит, пойдешь для нужды твоего брата, это лучше, чем целый месяц находиться в мечети и делать Атикаф. Так сахабы понимали сунну пророка Мухаммада, отсюда что, мы понимаем другое хадис, где пророк Мухаммад сказал Наилучших из людей, это тот, кто более полезный людям. И пророк Мухаммад, когда приходила старая женщина к нему, он сказал Это моя рука в твоей руке, бери ее и веди меня куда хочешь по дорогам в Медине. Дорогой Хазрат, искренне благодарю за такое наставление. Я поясню, почему я выбрал сегодня эту тему для обсуждения. Огромное количество мусульман, конечно, понимает своим сознанием, Что нас ждет воздаяние от Всевышнего в Судный день за то добро, которое мы творили. Но этот мир, его притяжение слишком сильное. Притяжение этого дунья. И нас тянет постоянно к делам, бытовым делам. Решение проблем семьи, лечения детей, обустройства их в жизни, зарабатывания денег. Решение проблем с родственниками и так далее, с властями. И, естественно, мусульманин, несмотря на то, что он стремится к Всевышнему, Он вынужден ежедневно решать свои дела. И тут встает вопрос. Я сейчас путешествую по регионам России и вижу, что есть люди, Которые имеют возможность помогать, но не помогают. Да. В деньгах. Они имеют возможность руками, ногами помочь, время выделить, советам помочь, Но они не помогают. Они говорят, а почему я должен? Даже будучи мусульманами, они с таким пренебрежением относятся к этому вопросу, К помощи людям. Есть, конечно, другая категория людей, которые охотно идут, Они и деньгами жертвуют, и меценаты, и благотворители, и так далее, и так далее. Но вот сейчас речь о тех людях, которые говорят, Я слишком занят своими делами. У меня семья, у меня куча детей, у меня большой бизнес. Или наоборот, мне нужно зарабатывать, у меня нет хорошей работы, я день и ночь работаю. Вот в этот момент, когда мусульманин занят своими обычными ежедневными делами, Что его заставит отвлечься, чтобы помочь более нуждающемуся? Что? Он говорит, я за своей копейкой гонюсь, я за своим заработком гонюсь, я своим детям, своей семье помогаю. И тут более нуждающийся просит его, что в этот момент заставит верующего отвлечься? Осознание того, что Аллах решит твое дело. Осознание того, что ты решишь проблему своего брата, а твои проблемы решит твое дело. Вот это осознание для сердца, оно, конечно, очень сильную мотивацию дает. Субхану Аллах. Я когда с людьми заговариваю на эту тему, я говорю, послушай, брат, оторвись от своей суеты. Ты дом будешь строить, год будешь строить. Если ты отвлечешься на один вечер, ты не потеряешь ничего. Но в твоих проблемах Аллах подключится к решению твоих задач. То есть если мы в этом толковании, пояснении, разъяснении этого хадиса видим такое обещание Всевышнего Аллаха, то есть мы можем рассчитывать на то, что пока мы занимаемся делами, нуждами других людей, о наших проблемах беспокоится Аллах Всевышний. Бессомненно. Нету сомнений в этом. Даже в любом деле, которое человек делает ради Аллаха в пользу людей, Аллах в этот момент решает твою проблему. Даже дуа. Салих и салих, рахмаллах, говорили. То есть есть времена, когда Аллах принимает дуа. Такие, например, между Азарем и Камой. Потом во время путешествия. То есть перед Ифтаром. Эти дуа, или дуа притесненного. Мы говорили, мы, говорит, делали дуа, в первую очередь начинали просить за своих братьев. И, говорит, уже время, вот это благословенное время проходило, мы, говорит, не успевали за себя попросить. То есть все делали за братьев, за братьев, за братьев дуа. Но в этот момент они понимали, то, что как сказал проблему, Мухаммаду саллаху алейхимуссалям, в этот момент ангелы говорят, когда человек делает за брата своего дуа, делает за верующего дуа, в этот момент ангелы говорят, и тебе то же самое. И тебе то же самое. Можно один пример привести? Вот, допустим, в прежние века мусульмане выходили в боевые походы, охраняли границы государства, защищали свои земли от вторжения и так далее. Уходили на долгие месяцы, допустим, крестовые походы взять, к примеру, как мусульмане вынуждены были защищать свои земли. Они оставляли дома свои семьи, оставляли детей, супругу, престарелых родителей. И, понятно, любой из нас, кто выходил бы вот так, на пути Всевышнего, у нас сердце переживало бы за родных, за родителей, за детей, за семью. Переживал бы день и ночь, грызли бы, изъели бы себя. Но отношение мусульман, вот в данной ситуации тоже какое. Если я вышел на пути Аллаха, если я оставил свою семью среди верующих, все, их проблемы решит Аллах Всевышний. Через кого? Это ему самому ведомо. Через верующих, через далеких, через близких, через случайных людей, через тех, которых мы знаем, через тех, которых мы не знаем. Аллах Всевышний неожиданным образом мы оставляем их на попечении Аллаху Всевышнего. Точно так же, если мы оставляем в дальней дороге, в дальнем пути, в дальнем походе, оставляем на попечении Аллаха Всевышнего своих самых близких людей, то ежедневные мирские нужды, тем более я так думаю, что Всевышний способен их решать. Это как раз вот гласит аяту, подтверждение аяту, где Субхану Аллаху говорит, то есть это те люди даже, которые расходуют на пути Аллаха, Субхану Аллаху, помогая другим. В этот момент они сами нуждаются, но не показывают это. То есть человек нуждается, у него это, но он помогает другому. И тот, кто освободил свою душу от скупости, это человек преуспевший, говорит Субхану Аллаху, то есть у него в этой жизни все хорошо будет, и в вечной жизни все хорошо будет. Поэтому такое, как бы, понимали, то есть скупой по отношению к самому себе, щедрый по отношению к другим. То есть это во всех делах, когда сахабы уходили и говорили, что вы нам оставили, мы оставили Аллаху, его посланника. Часто слышали это выражение, Аллаху, его посланника. То есть Аллах, Субхану Аллаху, заботится в этот момент. Такой это был сильный якин, такое было сильное убеждение. И, как говорят ученые, что нужно в этот момент, когда ты идешь помочь другим, в этот момент сделаешь неяд. Например, человек подошел к себе, у него есть нужда, его ребенок больной, болеет, нужна операция. По возможности тут нужно понимать, Аллах Субхану Аллах говорит в Коране, Мухсин, тот, кто хочет помочь, ему нельзя указывать. Например, у человека есть возможность дать тысячу рублей. И другой тоже должен понимать, что смотрят на него с обиженными глазами и говорят, Субхану Аллаху, почему ты мне так мало даешь. Это тоже неправильно. То есть у каждого человека есть свои возможности. Может, это самое последнее, что он отдал, но он не говорит тебе. И вот в этот момент, когда человек помогает другому, в этот момент он должен себя зарождать неяд. О, Аллах Субхану Аллаху, обереги моих детей от этой болезни. То есть, может быть, это обережет, будет, иншаллах. Ты помогаешь другому, но в этот момент самому себе помогаешь. Как сказано в хадисе достоверном, где правоку Мухаммад, сказал, был такой торговец, давал людям в долг. И когда увидел, что у людей нет возможности вернуть, он им прощал. Я таджавус. И тогда говорили сахабы, им долги, может быть, посреди этого Аллах нас простит, наши грехи простит. Поэтому это есть каида, это есть правило. То есть, опять же, например, ты видишь человек, ты видишь женщину, идет, что-то ищет в мусорном ведре, на себе несет ребенка, что-то хочет найти в мусорном ведре для себя и для своего ребенка. В этот момент что тебя подталкивает ей помочь? Ничего другого, как удовольствие Аллаха Субхану Аллаху. И именно что бы ты хочешь ей помочь? Обереги ее положение. То есть, обереги ее от этого положения. Защити ее руку от этого положения. Ее лицо, дабы Аллах защитил нашу лику от наказания Ады. Дорогой Хазрат, я в Аллахе долгие годы, после того, как пришел в ислам, в предписание, встал на намаз. В первые годы сердце было особенно трепетным к намазу, к чтению Кур'ана. Но потом, постепенно, когда это входит в привычку, сердце становится уже таким, понимаете, как будто бы не потухшим, а оно, я не знаю, заплывает какими-то вот ежедневными проблемами. Оно теряет чувствительность. Оно перестает отзываться на слова Всевышнего Аллаха, даже на дуа. И вот наши с вами эфиры, дорогой Хазрат, когда мы трогаем самые чувствительные темы, я когда слушаю их и сам пытаюсь сформулировать, оно пробуждает в моем сердце снова вот тот прежний третий. Прежний уже сердце своего. И я в Аллахе очень хотел бы следующую нашу тему посвятить тому, как поддерживать сердце вот в этом состоянии постоянного трепета, живого контакта, живой связи со Всевышним. и осознание того, что самой ценной вещью в этом мире для всего, для человека является сохранение вот этой постоянной связи. Если верующий теряет эту связь, все, что он даже обладает, все, что он обладает, оно теряет смысл. И для всех братьев именно вот помощь, поддержка людей в нужде и осознание того, что вот сейчас твоими делами занимается Всевышний. То, что ты, не знаю, месяцами пытался решить проблему, сейчас Всевышний ее может решить, пока ты занят проблемами другого человека. Дорогой Хазарат, я мне благодарю и предлагаю не затягивать сегодняшний эфир, чтобы люди смогли его на одном дыхании посмотреть. Иншалла, в ближайшую пятницу тогда поговорим о том, мусульманам сохранять эту живую связь со Всевышним, несмотря на то, что сердце постепенно начинает облеплять ежедневные заботы, оно теряет чувствительность, теряет живость, но это самое ценное, к чему мы должны стремиться в этом мире. Баракалава, фейкум, дорогой. Баракалава, до скорой встречи. До скорой встречи, с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok